Слава Украине! Привет всем от Павловского! Ребятки, значит, вы же помните, что Путин у нас великий многоходовочник, но кроме этого он же у нас представитель спецслужб, о, вот тут ко мне соведущая пришла, точнее редактор моих передач, она все тексты пишет, да. Так вот, он же у нас великий еще и руководитель спецслужбы, представитель спецслужбы, и который, ну, позиционирует себя абсолютно гениальным, гениальным, так сказать, особистом и спецурой. А что на самом деле? На самом деле Путин оказался не только полным ничтожеством в плане экономики, в плане политики, он довел свою страну до полного разорения, сделал ее изгоем полнейшим, не только он оказался никудышним военным стратегом, который опустил собственную армию на уровень ниже Плинтуса, но он еще и оказался дряным агентом, дряной агент 007, это про Путина, да, 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 агент неудачка, неумеха и вообще тупица. И что я имею ввиду? Смотрите, Путину удалось практически полностью, да, вот кот абсолютно со мной согласен, видите, Путину удалось практически полностью разрушить собственную шпионскую сеть, которую они роками, годами строили в Евросоюзе и в Штатах. То есть вот все, что они делали там в течение 30 приблизительно лет в Евросоюзе, налаживая вот эти вот все шпионские контакты, вот этих своих местных агентов, вот этих своих каких-то проплаченных личностей, которые там за деньги другой раз что-то там сливали, сливали какую-то информацию нужную ему, давали информацию и делали какие-то услуги, пробивали что-то для него. Все это стало явным, кучу народа посадили, вот кот же не даст соврать, она всегда дает соврать, кучу народа посадили, кучу отловили, шпионские сети практически перестали существовать. Почему так произошло? Все довольно просто. Смотрите, дело в том, что раньше для прикрытия шпионских сетей Путина и России использовались в основном посольства и околопосольские округи, что совершенно понятно. Были там военные атташе и была куча народа, которая подвязалась в посольствах, но которая послами и дипломатами вообще не являлась ни в коей мере, а были шпионами чистой воды. К чему привела путинская тупорылая политика на дипломатическом фронте, на том, что либо посольства России исчезли, либо их персонал сократился до неузнаваемости, то есть до всего ничего. Соответственно, вот эти вот все, которые остались там шпионы, их там довольно легко стало отловить, потому что в персонале осталось там 2-3 человека, а вот, собственно говоря, что их отследить? Ну, дело отследить, там у них же огромное посольство, были по 300-400 человек, а осталось 5 человек из них. Ну, представьте себе, объем работы тогда, объем работы сейчас. Они все равно ее пытаются делать, эту работу подрывную, но они же на виду. Плюс повышенное внимание, вот к оставшемуся немногочисленному персоналу, повышенное внимание западных спецслужб, обладающих куда лучшей техникой. И техника, это, говорится, второе слово. Западные спецслужбы стали мало того, что уделять гораздо больше влияния, внимание, извините меня, путинским террористам под прикрытием дипломатов, так они еще и начали применять гораздо больше техническое оснащение при этом. И еще один момент, раньше западные правительства, они боялись, как бы, входить в какой-то склинч с Путиным, лишний раз с ним поругаться, а сейчас все только ищут повода это сделать. Вот, собственно, и все. И путинская шпионская сеть в Европе была точно таким же образом разгромлена, да, вот. Точно таким же образом разгромлена в Европе, как недолуга, босоногая, голозадая путинская павианская армия в Украине. То есть, кроме того, что Путин оказался никудочным стратегом, он еще и оказался такой блеклой волейю, недоагентом 007. А может просто недоагент 00. Слава Украине! Слава Украине!